Я вчера вообще-то вспомнила, что я владею навыками продаж и подумала, почему бы мне в своей навыке не использовать ситуации с поиском жилья. Я не подумала, что на самом деле продаж это в жизни везде. Смотрите, ведь по сути продажи это про то, чтобы научиться получать от других людей то, что нужно вам, экологично. Все, весь маркетинг и все продажи про это. Поэтому я говорю, собственно, что продавать легко. Итак, шаг первый. Понимаем потребности и боли нашей целевой аудитории. Кстати говоря, потребности и боли это разные вещи. Многие часто это друг с другом путают. Не надо так. Чего хочет жадная армянка? Да, конечно же, получить классные апартаменты по самой возможной минимальной цене. Мы не можем залезть в голову человека и понять, что конкретно у него по остроте творится. Мы можем только сделать гипотезу и либо подтвердить ее в процессе, либо опровергнуть, что я и буду... Я тут еще одного крупного местного хоста нашла и даже договорилась на просмотр квартиры завтра. Поэтому, если она мне понравится, буду завтра продавать свое видение и свой оффер. В общем, я вам донесла, что продавать легко. Проблема людей, которые не умеют продавать. Не в том, что продажа это какая-то ядерная физика и нужно много знать. А в том, что они настолько эгоцентрично сконцентрированы на собственных проблемах и болях. Они настолько заняты собственными страхами и страданиями, что у них нет времени немножко посмотреть в другую сторону и подумать о том, какие проблемы могут быть у других людей и как их можно решить. Я думаю, что многие из вас знают, что у меня есть курс по продажам и по маркетингу, где я учу, собственно, продавать, как бы логично. И мне сначала казалось, что хороший маркетолог – это тот, который владеет инструментами маркетинга. Я провела опрос учеников, и большинство сказали, что самое сложное – это устроиться на работу. Потому что для того, чтобы устроиться на любую работу, не только в Инстаграме, нужно показать потенциальному работодателю, как вы можете сделать ему. Где он эти деньги теряет? То есть провести ему некий такой аудит. Ну вот, фейл был в том, что я не до конца понимала, что зарабатывающий человек – это не страдающий человек. Во всех смыслах. Поэтому у меня сразу две хорошие новости. Первое. В новый поток курсов продажам я обязательно добавлю новых уроков психологических протоков «Перестать играть в страдания» и начать видеть деньги. А второе заключается в том, что сейчас, буквально на два дня, я открываю раннее бронирование на новый поток курсов продажам со скидками для тех, кто готов перестать страдать вот прямо сейчас. И самое классное, для тех, кто хочет попасть на курс, но пока сложновато с деньгами, но точно не хочет слиться, мы добавили функцию частичной оплаты. То есть можно... Ребята, тут поступил очень интересный вопрос про то, как перестать сливаться с обучением. И у меня есть своё... У большого количества людей есть откуда-то взявшиеся в возможной школы убеждение о том, что любое обучение или, например, любые книги нужно проходить до конца или дочитывать до конца. В таком случае перед вами самый бездарный бездар всея Руси, потому что мне не хватит даже волос на теле перечислить вам, сколько книг я не прочитала и сколько обучений я не прошла до конца. И мне с этим окей. Продолжение следует...